Да, еще раз. Нужно что-то повторить. Пока миссёстры собираются, мы начнем с небольшого повторения урока, который был вчера. Мы взяли с вами правила Нун Сакиной Танвин и сказали, что есть четыре правила с ним связаны. Аль-Ифгар и Аль-Идухам, Аль-Иххулаф и Аль-Иххва. И вчера мы разобрали первые два правила Аль-Ифгар, то есть четкое и ясное чтение, когда оно бывает. И Аль-Идхулаф, Ассимиляция. Кто первый раз, можете прослушать предыдущие материалы по ссылке в шапке профиля на Ютубе. В Инстаграме и сохраняется один день. В Фейсбуке тоже. Если уже переслушивать, то лучше в Ютубе, там качество будет получше. Сейчас, секунду. А, блядь меня. Так, тихонько. Амира, Амира, все, тихонько. Значит, иншаллах, также мы с вами взяли про четкое чтение Аль-Изгар. Да, говорили о том, что четко Нун-Цайгин и Нун-Истангвина считаются, если после них... Сейчас, мама чуть-чуть за кончики придет. Да, у меня хочет... Секунду и со встречи, а Амира хочет меня предупрести. Амира хочет чай, а ей его не дают. Значит, Нун-Цайгин или Танвир, после которых идет одна из горловых букв, да, читается четко и ясно, без какого-то дополнения. По-моему, на дне идет Сукун-Хали. Примеры мы разбирали, да, кто хочет подробнее посмотреть предыдущую запись. И Аль-Идрам — это второе правило, ассимиляция, да, у нас делится... Вернее, правило Аль-Идрам после Нун-Цайгина или после Танвина, если приходят буквы Ярма-Люн, у нас происходит удвоение последующей буквы, да. Если следующее Аля-Мили-Ра, значит удвоение будет безрунный, да, то есть Аль-Идрам безрунный называется. Если Я, Уау, Мим и Нун, то удвоение тоже есть, но у нас будет Идрам с Гунной. Да, сейчас вспомнила, поступил вопрос от сестры и спрашивала, а будет ли одинаково Гунна, если мы с Мим и с Нун, например, сделаем Идрам, и с Я, и с Вау. Ну, степени Гунны отдельно, да, можно брать это как правило, в зависимости от правила, по-моему, мы будем брать их дальше, если я не ошибаюсь, я не помню, или я внесла это. Но, в общем, иногда некоторые говорят о том, что это одна и та же Гунна, да, то есть Акмель Матакун, самое долгое, но, по сути, у них есть маленькое различие, но оно настолько мало, что иногда их не разделяет отдельно, да, то есть Я и Вау у них чуть-чуть меньше, потому что, когда мы говорим в удвоении, вроде последняя Я с огласовкой, она уже без Гунны, а Мим и Нун она с Гунны, да, поэтому чуть-чуть она короче, но она настолько мало, это, ну, эта разница настолько мала, что ученые порой, да, даже в учебниках не выделяют им отдельно, говорят просто, это одна, как бы, степень, некоторые разделяют, да, но на, в устном чтении, оно очень маленькое различие, то есть практически незаметно, вот, поэтому может и так, и так встретиться, но над Уау и над Я удвоение не будет, да, над всеми остальными буквами будет удвоение в Идла. Хорошо, и сегодня новое правило Аль-Икуляб. Аль-Икуляб — это превращение, переворачивание этой Нун, да, то есть превращение ее в другую букву, по сути. И правило так гласит, что если после Нун Сякина, то есть Нун с Сукуном, приходит, или после Танвина, потому что в Танвине, да, это тоже Нун с Сукуном, приходит буква Б, то есть одна единственная буква. Помним, у нас было Илгар шесть букв, Идрам было шесть букв, а здесь одна буква. Нун, и после нее Харфель Б. Нун Сякина, после нее Харфель Б. то, ну, читается как утаянный мим. То есть как будто мы, помните, у нас было правило ихпэ мим, мы брали на позапрошлом уроке, утаянная мим. Когда было после мим, приходила ба. Мы её читали как утаянный мим. А здесь будет, по сути, читаться так же, только здесь идёт превращение. Мим превращается в этот утаянный мим. А изначально она... Ой, нун превращается в утаянный мим. Изначально она была нун, да? Нун встаёт мим и утаивается. С ихфа мим сякина и с ихлябом в устном чтении разницы нету. Но в правиле есть разница, да, потому что там мим она была и встретилась ба, а здесь была нун, превратилась в мим, и только тогда она утаялась около ба. То есть чуть-чуть процесс как бы дольше здесь, но результат один и тот же. Вот. Подсказка в Коране. На дну будет стоять маленький мим. Если это танмин, то вторая палочка из танвина будет писаться в виде маленькой мим. Например, суратальих пляс часто это мы увидим здесь в конце сур, вот этих коротеньких особенно. Ну и не только. Почему? Потому что следующее у нас как бы басмоля идёт. И басмоля – это буква ба, да. И если слово последнее в суре заканчивается на танвина, это бывает достаточно часто, значит, соединяясь с басмоли, оно как бы получается у нас вот этот икляб с танвином. Да, поэтому вот мы видим дамму и маленький мим. Вместо второй даммы стоит маленький мим, который показывает на то, что у нас здесь икляб. В случае соединения, в случае остановки, мы просто ахады читаем просто даль с суккуном. Сура ан-наср. То же самое мы видим в конце. Такое же правило вы встретите. Суре, ну по сути у нас в этих маленьких сурах, нету, кроме как при соединении это правило встречается, только отдельно не встречается икляб. Но тоже в короткой суре, но там другой, у нас есть сур, сур аль-гумайза, и здесь вот нун стякина. Вчера мы как-то на неё обращали внимание, кто-то спрашивал, она сказала, мы завтра, ну как бы дальше будем брать это правило. То есть у нас, смотрите, нун, и над ним вот это мим, а имя. Помните, у нас один из видов суккунов был мим-кайма, самый последний. И он, наверное, самый реже встречается из всех суккунов. Да, там была ария, был суккун халия. Ну, там есть суккуны, которые, вот этот маленький, кроленький, да, суккун, он чаще, наверное, чем этот, ну или примерно так же. То есть редко встречается, но тем не менее есть. То есть на дну стоит буква мим, в середине слова, да, даже мы видим, это бывает. Или в конце, например, если нун суккуном будет последней буквой, и первая буква следующего слова будет тоже суккуном. Вот пример. Сначала вам видно, увеличу. Да, вот у вас есть здесь маленькая мим. Видно? По этому правилу есть ли вопросы, сёстры? По иклябу. Да, мы видим нун, после неё харф льба, и таким образом у нас получается мим. То есть мы не читаем нун, да, не читаем, например, ля юн баданна, да, не читаем, так? То есть у нас здесь мим. И не читаем простую мим, то есть ля юн баданна тоже не читаем, аутаевая мим, лёгкое касание, да, как бы на махарадь, неполное, вот, около ба, да, и тайна. Хорошо. И здесь вы тоже увидите в конце, смотрите, последний аят в этой суре с кастрами идёт тоже такое же сочетание. Я вам сказала, что если соединить с последующей сурой, у нас там получается баат, потому что басмаля, да, харф льба. Вот. Вопросы здесь есть? С иклябом? Есть ли вопросы? Вопросов не вижу. Хорошо. Тогда пойдём дальше. Следующее правило у нас аль-ихфа. У нас было ихфа с мим сяйки, напомните, упоминали, но ихфа мим, мы мим утаивали около ба. Сегодня я как раз вам напомнила в предыдущем правиле, что оно будет читаться вот как ихфа мим в основном, как бы, в результате. Но у нас есть утаивание нун, когда мы её не переворачиваем в другую букву мим, а она будет сама по себе утаиваться, то есть от неё, останется, по сути, только вот эта вторая нозализация, то есть её вторая часть, это нозализация. Здесь у нас будет уже больше букв, 14, по-моему, 13, 13 букв, получается у нас 6, 6, было 12, 13, 13, 13, 26, 14, или я там что-же считать, плохо разучилась, да, 14-й Бог. Значит, если, то есть Алиф у нас не входит, и получается 13, и 14, 27, если после нун, Сякина, или Танвина, приходят все остальные буквы, которые не упомянулись в предыдущих правилах, да, которые не упомянулись в предыдущих правилах, то у нас получается Алихпа правила, да, и помните, Сукун у нас будет тоже Ария, как Идгам, у нас, когда мы брали Сукун, мы говорили, что Сукун Ария указывает или на Харфальмад, или на Идгам, или на Ихва, да, то есть вот как раз здесь этот случай, Алихпа, Ихва Нун, то есть Нун Сякина, или Нун из Танвина, читается Утайнами, то есть мы как бы ее прячем около вот этих букв, около этих букв, мы их не ассимилируем, как в Идгаме, не удваиваем, а мы как будто утаиваем Нун, она как будто выглядывает из-за этой буквы и видно только ее Гунну, да, то есть вот этот хвостик ее, на залезации ее слышна, а сама, сам Махарыч не слышна, да, это получается у нас здесь Угунна Кямеля, по степеням Угунна это будет ниже, чем Идгаме, вот в котором мы упоминали сегодня. Здесь общее правило, конечно, с каждой буквой есть какие-то нюансы по ИХВА, мы сейчас в данном курсе прям подробно про все не сможем взять, времени так много, но возможно, если вы уже практикуетесь, какие-то вопросы у нас останутся, время и возникнут у вас, мы что-то затрагивать будем, но если вопросы будут, если нет, тогда нет. Как бы общий смысл таков, что мы настраиваем произношение следующей буквы, то есть мы как будто должны говорить следующую букву, и нуль утаиваем, утаиваем около следующей буквы, а не в ней, да, то есть говорим нозализацию, уже приближаясь к следующей буквы, и только мы закончили эту нозализацию, сразу говорим следующую букву, например, или или еще там, как-то, да, то есть смотря, какая у нас буква следующая приходит, то есть мы не говорим, например, ан-та, не нажимаем на ан-на-махрадж, а ан-та, ан-та, как будто такая нозализация только от этой буквы осталась. Смотрим в примерах, иншаллах, у нас идет, мы видим здесь очень много букв, да, 14 букв, поэтому это правило, наверное, встречается, ну, как бы, наиболее часто, ну, и дгам там тоже часто встречается, несмотря на то, что там букв меньше, не могу прям точно сказать, что чаще, но, исходя из количества букв, вероятнее всего, что ихва более часто, ну, лагуан, я не читала сама. Да, например, у нас идет нун сайкина, после нее хафл джим, да, то есть не перечислила вам буквы, но вы сами их узнаете, да, даль, бад, сад, тэ, кафа джим, даль, шин, син, тэ, тэф, о, ла, то есть эти буквы, это буквы аль-ихва. И здесь у нас, например, встречается харф-ль-нун, над ним ничего нету, то есть сукун-а-ария, и после нее харф-ль-джим, да, в следующем слове. Кстати, по поводу идгама, хочу добавить вам, что идгам, нун сайкина, и танвина встречаются только между словами. А вот ихва, как и изгар, и хляк, может встречаться как между словами, то есть как здесь последняя буква и начало следующего, так и в одном слове может быть. То есть и сукун-а буква, и следующая как бы одним словом, как, например, ан-та, это одно слово. И здесь мин-иджим, да, мин-ю-а, то есть это ихва у нас здесь. Сукун указывает на то, что здесь или ихва, или идгам, так как мы понимаем, что это буква джим, значит, мы читаем ихва. Здесь вот как раз, смотрите, в этом аяте у нас идет последнее правило, которое мы взяли, он как пример. Идет идгам, мим сякина, потом идет ихва, потом идет идгам, нун сякина, свау, да, вот это то, что я вам говорила, ну, неполный идгам, да, как бы, потому что вау сама по себе не имеет гуни. Потом идет опять мим сякина и идет изгвар нун сякина. То есть, по сути, раз правило, два, три, но это повторяется, четыре правила из семьи, которые мы выбрали за последние, последние два урока и сегодня третий урок. То есть, это очень часто приходит, эти правила, как мы видим, даже в такой маленькой суре, вот они пришли. То есть, далее смотрим, далее, например, у нас идет харф-нун и щин. Щин – это тоже из букв аль-их-фа, мин-шар-ви, да, то есть у нас идет их-фа. Здесь повторяется этот пример несколько раз, мин-шар-ви, мин-шар-ви, то есть это все их-фа. В принципе, это все по этой теме. Есть ли вопросы? Еще одну маленькую тему прямо скажу на пять минут и мы завершим. Если будут вопросы, отвечу еще на эти вопросы. Повторяю, сестры, кто пропустил предыдущие уроки, постарайтесь прослушать записи. Вот. Да, если сестрам актуально, напишите, актуальны ли вам эти уроки, чтобы их продолжить. Вот. А то я вижу, сегодня как-то слушатели меньше. Думаю, может, я так просто зря стараюсь. Никто не придет в следующий раз. Или многие может хотят просто переслушать записи. Вот. Поэтому пишите, если вам актуально, вы слушаете, получайте пользу. допишите, комментируйте, да, чтобы это было видно. Вот. Потому что, как бы, какие-то усилия все равно прилагаются, да, тут ребенок кричит. То есть, все равно хочется пользу принести и в то же время какие-то трудности сама испытываю. Но, иншаллах, хэр. Вопросов? Альхамдуллах, получайте пользу. Альхамдуллах. Вопросов больше я не вижу. Сестры. Полезно. Актуально. Альхамдуллах. Баракаллах. Альхамдуллах. Очень важно, да, ваша обратная связь, потому что это, хотя, казалось бы, может быть, это, с одной стороны, должно быть, но все равно, как бы, учитель, у нее должен быть слушатель. Да, то есть, я могу рассказать что-то, но если нету как бы желания слушать меня, то тогда просто могу это себе просто повторить и никому не рассказывать. Поэтому, да, очень важно ваша обратная связь. Вот. И можете тоже делиться другим сестрам, да, чтобы другим тоже было польза, тем более перед Рамаданом. Миша Аллах. Сегодня еще, да, перед тем, как маленькую тему сказать, две минуты, вот, отвлекусь, начали, стартовали мы пасхи, сестрами писали, да, очень, ну, то есть, Миша Аллах. Тоже взяли вот последнюю ссору и, думаю, хорошо потренировались. Аминь. Хорошо. И полезно, альхамдуллах, полезно, полезно. Я очень рада. И еще скажу маленькое правило сегодня, да, это правило, как бы я могла его не упоминать, но так как оно у нас встречается именно в этих ссорах в соединении, поэтому его решила упомянуть, потому что, как бы максимально по программе наших ссор решила вот все правила, какие есть, ну, конечно, там Ахра Джосифат и сюда не влезли в такую быструю программу, но вот самая такая основа, чтобы уже научиться читать, и если кто-то еще практикуется на Тосфех пошел, то я думаю, это очень будет полезно. Значит, тема, которая здесь еще встречается, это добавление кастры к Танвину. В чем заключается, да, я вам говорила, что арабы не сочетают два сукона подряд, или они не начинают так же сукона, что в русском языке это нормально. Например, ну, например, вот, да, у нас приходит, то есть впереди стоит, в арабском языке так не будет, то есть никогда первая буква не будет стоять как бы безгласно после нее, или две гласные максимум подряд будет, да, то есть там пржевальский или там три буквы подряд как в русском языке или там в некоторых буквах в словах еще в других языках и больше бывает сочетание этих согласных. Какое в арабском языке это, наверное, страшный сон какого-то араба такое сочетание услышать. То есть это очень, ну, в арабском языке это не является гармоничным для арабского языка, да, это как бы нарушает красоту вот это сливание, и такое мелодичность и чтение. И есть понятие так, что два сакуна не сочетается. Там отдельная тема есть по этому поводу, отдельно прям про нее говорится, но то, что касается именно наших вот этих сур, на которых пока мы сосредотачиваемся в нашем курсе, это добавление тенвина, ой, добавление кассары к тенвину. В данном случае конкретный как бы пример. В чем заключается, что сам тенвин, да, как мы вот разбирали только что нун сякина и тенвин, говорили о том, что нун, что тенвин это есть нун сякина, которая просто пишется как огласовка. И соответственно, если следующая буква в слове, вернее, первая буква следующего слова, да, то есть получается следующая за тенвином, будет суккуна, а такое может быть, как, например, если это слово начинается на гамзатальосль. Помним, что гамзатальосль приходит у нас в случае, когда слово начинается с суккуна, да, чтобы в случае начинания с этого слова предотвратить это начинание. Но в слитном чтении это гамзатальосль не читается, она просто у нас есть и как бы стоит на страже, если вы с этого слова начинаете, она как бы там подхватывает, да, и читается там сфата, издамая кастра согласно какому-то правилу. Вот, и в чём смысл? Если при слитном чтении вот эта первая буква слова последующего, после тенвина, так как тенвин это конец слова, после него уже как бы следующее слово идёт. Если в этом следующем слове первая буква произносимая, первая буква произносимая, что там писаться можно, это неважно, а именно произносимая первая буква будет с суккуном, то у нас получается, например, ан и суккун опять. И тут вот эта вот дилемма, что два суккунированных харфа, они в арабском языке не встречаются, то есть получается, что это три согласных подряд, потому что суккун, суккун и следующая буква согласовки, да, то есть три согласных когда они будут без гласного подряд, максимум два, да, то есть согласный суккун, согласный и огласовка, да, то есть только так. Ну, есть там еще какие-то, в одном слове могут быть там исключения кукольки, но это приостановки, например, там есть свои нюансы, но смысл в том, что если танвин приходит вот в таком сочетании, сейчас я вам пример покажу, то к танвину добавляется кастра, то есть при произношении мы не говорим «ан», а говорим «они», или не «ун», а «уни», не «ин», а «ини», да, то есть, ну, вы произношение, но на письме вы это никак не увидите, потому что это танвин, палочка, палочки еще палочку не добавят, да, то есть вы это должны как бы в своем мозге запомнить и понимать, что это правило так будет читаться, да, помимо того, что огласовка указывает на то, что «нун», так еще нужно догадаться, что к этой невидимой или написанной в виде огласовки «нун» еще нужно добавить кастру. Смотрим, где это правило. Если вы будете читать, по сути, все аяты отдельно, вы даже этого правила и не заметите, но так как хотела вам уже объяснить все, поэтому говорю сура аль-Ихляс у нас, смотрите, идет первый аят заканчивается на слово ахады, если вы останавливаетесь, у вас сухун, да, то есть мы останавливаемся на сухун и огласовки не читаем. И как бы все нормально, если вы так остановитесь, начнете следующее слово с ляфл-джаляля Аллаху, да, Аллаху, то есть у нас что здесь, хамзат-эль-Осаль, алу, что после хамзат-эль-Осаль, при начинании, лям с сухуном и с удвоением, то есть получается сухун плюс такой же харф с огласовкой, то есть по сути это лям с сухуном. И у нас при начинании, я вам говорила, лям, ляфл-джаляля, читается твердое, если перед ней фатха, да, или дамма, если перед ней фатха или дамма, здесь фатха будет хамза, а значит твердо, аллаху, лям твердо будет, да, не аллаху, а аллаху, вот, и теперь у нас это хамзат-эль-Осаль читается только при начинании, при сливном чтении она не читается, то есть получается мы при сливном чтении должны начать с лям, а уже не будет читаться. И получается, что если я хочу соединить эти два яда, а это как бы нормальное, это можно соединить аят, и они соединяются, поэтому и здесь написаны эти огласовки на соединение везде. Можно соединять, конечно, более легко, наверное, разъединять, то есть останавливаться, так как дыхание можно набрать, но и соединить это допустимо. И если вы хотите их соединить, два маленьких аят, они недолгие, вполне можно на одном дыхании прочитать. Получится, что ахадун, это танмин лам, дун, и ахмазат-эль-Осаль не читаем, ахадун ну лагу, да, как бы, ахадун ну, и сразу лям, то есть мы видим даже, как трудно это произнести, ахадун ну лагу, то есть это, ну, как бы не по-арабски, арабы так не скажут, это в арабском языке будет, ну, как бы, так тяжело произнести, ну, и даже не в арабском, наверное, да, вот это сочетание тяжело. Поэтому, как я вам сказала, в этом сочетании просто, ну, истанвина, ахадун, будет, ахадуни, то есть это нун, который вот здесь, как вам мы пишем, нун запоминаем, да, как в математике, и пишется еще на той, запомнившейся вам нун, еще и с кастрой. ахадуни, ахадуни, а теперь встает еще что, что из-за того, что у нас теперь уже перед лавджаляля пришла не фатха, как при начинании, а касра, да, то есть было а, аллаху, а станет ахадуни, касра, и поэтому лавджаляля будет читаться уже мягко, будет читаться мягко, то есть ахадуни, лягу, при слитном чтении мягко, при начинании, аллаху, при слитном, ахадуни, лягу, так, еще до конец, то есть здесь иншалла понятно, да, например, ульгу, аллаху, ахаду, аллаху, сомаду, если вместе, ульгу, аллаху, ахаду, нилляху, сомаду, соединяйте, уже, ахаду, нилляху, уже мягко будет, лям, в смысле, иншаллахе, всем понятно, сестры, это последнее правило, которое я хотела сегодня сказать, все правила, пишите, повторяйте, прочитывайте, да, иншаллах, вам будет понятно, больше, с каждым эфиром, да, если вы будете, как на ней, нанизывать на, ну, как сказать, ожерелье, по одному, вот каждый день, что-то берете, то есть, это сегодня у нас уже, шестой урок, да, предыдущий можете посмотреть, если кто-то вдруг не видел предыдущий, понятно, альхамдуллях, эфир, да, я сохраню в инстаграм, но по ссылке вы сможете пересмотреть, он будет лучше, хорошо, ваше домашнее задание, подчеркнуть, взять скрин сур, да, вот, который сюда входит, подчеркнуть, ну, всякий на этот бин, да, и можете себе взять, например, ну, чтобы не писать, это изгар, это ихфа, просто написать, там один, да, вы знаете, изгар у нас первое было правило, это хам второе, там, ихлеб третье, и ихфа четвертое, то есть, таким образом, вы повторите, ну, сякина, и тамбин, и, конечно, можно прослушивать еще запись, и сравнивать, а как он читает, да, уже зная, что он читает или не читает, или где-то утаивает, потому что некоторые говорят, да, а я вот не слышала, что чечец там читал какую-то букву, а теперь вы узнали, что он не читал не потому, что у него дефекты речи, да, какие-то, а потому что такое правило, что там это не читается, там такой сукунь, там такое правило, в этом сочетании у нас тамихва, в этом сочетании та же буква может читаться, вот в нескольких вариантов в зависимости от той буквы, которая идет с ней в связке, да, перед или после, там, ну, какое правило. Это соединение только для примера или так тоже читается? Ну, пример, значит, читается. Как только для примера? Ну, пример такой, да, читается. Вообще-то, ну, в основе чтения всего Корана, это, ну, как некоторые рассматривают, это как одно целое. Соответственно, одно целое, как вот читается, читается, читается. Просто разделяя, как бы разделение на яд, это, по сути, как облегчение, да, то есть вы, ну, все время, когда мы что-то делим, да, это как какая-то цель, одну, вторую, да, то есть это ну, помочь для нас. То есть мы можем, вроде как, ага, здесь приостановиться, то есть можно читать слитно, можно читать раздельно, вот. ой, Якуна. Хорошо. Если вопросов не будет, мы с вами завершим. Если вопрос есть, еще буквально одну минутку, жду. хорошо. Не вижу вопросов. В предыдущем тоже лекция можете задать. Хорошо, сестры, не вижу вопросов, поэтому будем с вами завершать, прощаться, иншаллах. Баракаллаху фикунна. Субханакаллахума бихандика. Ашаду ла ла хилан. Астахбируку аутабу алейкум. Ассаламу алейкум варахмутуллахи вабаракату.